Александр Кашкарихин служит в пожарной охране более 25 лет. Желание стать огнеборцем появилось в детстве, во время школьных соревнований юных пожарных. После окончания школы поступил в Ивановское пожарно-техническое училище. Тогда же Александр выехал на свой первый пожар. Горел большой очень дом, цыганский дом. Очень большой деревянный цыганский дом, где нам пришло действительно поработать, где нас допустили ко всем работам, как курсантов. Это был первый пожар, такой затяжной, довольно-таки сложный, потому что недостатка воды дом стоял на отшибе, ни гидрантов, ни водоемов не было. Каждый пожар индивидуален, говорит Александр, как и каждый день, не похож на предыдущие. Средуя на вызов, полной информации пожарные не обладают, приходится ориентироваться уже на месте. Работа службы Александра заключается непосредственно в управлении боевыми действиями на пожаре. Его сотрудники приезжают отдельно от караула и берут руководство тушением пожара на себя. Работают пожарные сутки через трое. В день они могут выехать и на один вызов, и на десять. Все зависит от периода, от погоды, скажем так. Сухо, трава горит. Зима, больше квартиры, строения, когда топят. Праздники эти, бани, дачные участки. То есть, ну, все зависит от времени года. Если судить нам по 10-му году, по 21-му году, да, все, я думаю, это прочувствовали, что лет у нас самая горячая пора. Большинство пожаров в нашем городе происходят от неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Непотушенная сигарета, брошенный окурок, оставленный без присмотра электроприбор зачастую приводят к трагедии. Практически каждый день огнеборцам приходится вступать в борьбу со стихией, идя в пламя, чтобы спасти жизнь других. Так, какого страха не было, то есть, сначала ты не понимаешь, что ты делаешь, ну, или как бы мозг отключается просто. Тебе нужно это сделать, а потом уже ты понимаешь, что ты там был и ты это сделал. То есть, так, какого страха не ощущается. Ответственность, добросовестность, исполнительность. Сотрудник пожарной службы обязательно должен быть храбрым и выносливым. Иметь отличную физическую форму, а также обладать теоретическими знаниями и практическими навыками борьбы с огнем. Когда пожарные не на выезде, они не сидят без дела. Их день расписан по минутам. Мы учимся, пишем занятия. У нас есть физическая подготовка, отводится на этот час. Ну, и также есть занятия по ПСП, пожарно-покладной спор, то есть, где мы тоже совершенствуем свои навыки. Вот, и, то есть, мы не сидим, так сказать, без дела, просто так. То есть, мы всегда целый день, каждый день мы занимаемся. Эта работа требует не только умения лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, но самое трудное – это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью ради спасения жизни пострадавшего в огне человека. Екатерина Пёнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.